Какой новый талант нашла у себя Бритни Спирс? Сколько стоит самый дорогой комикс? И почему не стоит целоваться с рыбой? Об этом и не только в нашем обзоре. Комикс за полтора миллиона евро. Оригинальная иллюстрация к рассказам об Астериксе ушла с молотка в Париже. Стартовая цена была в семь раз меньше. Рисунок под названием «Астерикс и банкет» был эскизом обложки комикса 1964 года. Над ним работали Альберто Удерзу и Рене Гассини. Они же оставили под иллюстрацией свои подписи. Бритни Спирс решила заняться живописью. На своей странице в Твиттере певица выложила видео, где она рисует в саду своего дома. Правда, в начале ролика видно, в основном только саму Бритни и ее откровенный наряд. Шортики и приспущенную на плечах рубашку. На следующих кадрах она трудится над своим шедевром уже в новом одеянии. Фанаты поспешили прокомментировать видео поп-звезды. Дескать, ее работы могут потягаться с полотнами Ван Гога и Пикассо. Как астронавты развлекаются в космосе? НАСА опубликовало видео, где участники миссии на Международной космической станции показывают трюки со спиннером. Астронавты самыми разнообразными способами раскручивают популярную игрушку, которая долго вертится в невесомости. А затем сами выполняют несколько трюков, вращаясь вокруг своей оси. Поцелуй с рыбой едва не стоил жизни британскому рыбаку. 28-летний Сэм Квиллиам решил после удачного улова по традиции поцеловать 14-сантиметрового морского языка. В этот момент рыба буквально запрыгнула в рот мужчине и перекрыла дыхание. Сэм даже пережил короткую остановку сердца, пока в машине скорой помощи рыбу щипцами вытаскивали из горла. Забег на полтора километра с подносами. В Аргентине официанты соревновались, кто самый быстрый и ловкий. По правилам конкурса на подносе у участников стоят две бутылки и стакан. Первый подобный забег в стране организовали еще в 1908-м, когда семь официантов поспорили, кто из них быстрее. С тех пор соревнования ежегодно привлекают внимание сотен зрителей. На этот раз первой к финишу пришла официантка одного из столичных ресторанов. Собака-спасатель в Мексике поступила в ряды армии. Семилетняя самка лабрадора по кличке Фрида стала национальной героиней, когда во время землетрясения в сентябре нашла под завалами 12 человек. Всего за последние пять лет ей удалось спасти жизни более полусотни пострадавших. В прошлом году Фриду даже приглашали на работу в Эквадор, Гватемалу и Мексику.